Всем привет! Сегодня первая передача в гостях у меня, которая у нас не в виде перископа, а в виде записи в черный глаз GoPro. Ровно за черным глазом сидит Ярик, дабы у меня не развилось чувство, что я сумасшедший и вообще сижу и непонятно что говорю. Поэтому я буду отвечать на ваши вопросы, рассказывать ему, он будет задавать уточняющие вопросы, если, так сказать, силу своего худума что-то не поймет и так далее. Ну, короче говоря, будем как-то мы с ним тут шизгарить и отвечать на вопросы. Значит, будем сейчас стараться передачи делать покороче, но почаще. Для этого я буду выбирать какие-то вопросы, 1, 2, 3, на объединенные какой-то темы. Все их зачитать, а потом эту тему там как-то раскрывать, насколько я не разбираюсь. Сегодня я хотел бы поговорить более подробно о том, чем мы уже говорили. Вообще это о железе, уже какие-то более там углубить этот, углубить, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев. Этот вопрос, вообще что там на что влияет и как правильно с этим работать. Ну, какие-то вообще принципы. Я все-таки еще раз скажу, что я не хочу сваливаться к конкретным рекомендациям, к конкретным автомобилям. Я хочу просто рассказывать принципы, которые вы можете применить уже у себя на практике. Это кто-то из великих сказал, что знание принципов легко компенсирует незнание многих фактов. Поэтому я просто буду стараться рассказывать некие принципы. Вот, значит, вопросы зачитаем, которые в процессе постараюсь раскрыть. Иван Теслин спрашивает. Здравствуйте. Вопрос передачи про настройки. Значение настройка или замена стабилизаторов поперечной устойчивости при настройке подвески для грунтовых трасс, применительно к полноприводным машинам Subaru, Mitsubishi. Как вы можете прокомментировать бытующее мнение о том, что стабилизаторы на неровных грунтовых трассах следует снимать, как минимум задние? Как следует менять настройки стоек без стабилизатора, если это приемлемо в принципе? Вот Александр, который задал очень много вопросов, так очень системно подошел. У него есть два вопроса, которые из большой кучи, которые он задал, которые я сегодня хотел бы на них тоже параллельно ответить. Вычитал Горбачева, автора книжек по вождению, это не бывшего нашего президента, что в общем и целом жесткость пружин влияет на количество распределяемого веса, а амортизаторов на скорость перераспределения, так ли это? А какую роль во всем этом играют стабилизаторы? И хотя бы в общих чертах опишите, как все это настраивается для сухой и мокрой дороги на асфальте и гравий, и как это выглядит на снегу. Еще такой вопрос, он не совсем в тему, но тем не менее он интересный. Хорошо, что человек это заметил, потому что, ну как-то действительно это так, выдает, что человек там интересуется с момента. А на машинах в RC-S2000 и R5 сильно наклонены стойки в подвеске. Зачем? Дает ли это более правильное распределение нагрузки? Значит, я с этого как раз вопроса начну, что он коротенький и так далее. Нет, не дает, потому что они хоть и наклонены, тем не менее, там тот же кастер, там не какой-то запредельный, он вполне стандартный, они не пытаются уходить каких-то там, в какие-то волшебные углы делать. То есть колесо ходит по вертикали, по той же самой прямой, которые между нижним шаровой опорой и опорным подшипником. Зачем же действительно они наклонены? Наклонены они в силу того, что они проходят не в центр колеса, а мимо. Вот если это ось колеса, то стойка проходит не как у большинства машин, практически у всех гражданских и практически у всех там группы Н, в ось колеса упирается стойка, а они уходят сюда. Это сделано исключительно для того, чтобы сделать стойку длиннее. Длиннее стойка нужна для того, чтобы увеличить ход подвески. Это исключительно сделано для увеличения хода подвески. Все остальное это негатив. Почему это, так скажем, в другом месте не делать? Потому что то усилие, которое передает стойка на колесо, оно получается не по центру колеса приходит, а в сторону. Тем самым возникают паразитные крутящие нагрузки, которые дополнительно стремятся сломать тот же кулак и так далее. В этом смысле инженеры вынуждены делать кулак более массивным, что не лучшим образом сказывается на неподрессоренных массах и так далее. Но этот весь негатив, он, конечно же, перевешивается тем, что машины получают значительно больший ход подвески. Просто посмотрите, как машина вывешивает колесо в прыжке, либо когда ее просто на сервисе подняли на джеках, она колеса там вывешивает так, как ни одна, ни один сервисный автомобиль принципиально сделать не может. А как вы прекрасно себе представляете, ход подвески напрямую зависит от длины стойки. Просто стойка не входит в расстояние, вот так сказать, от опорного подшипника до оси, как вы говорите, до полуоси. То есть она, получается, достаточно короткая, не может обеспечить необходимый ход подвески. Поэтому ее сильно удлиняет, буквально, не знаю, миллиметров на 200, чем она могла быть. Чтобы как-то ее разместить, ее пропускает в около стойки, и она заканчивается, если обращаете внимание, значительно ниже центра колеса. То есть они просто очень длинные становятся. Вот, поэтому я очень коротко ответил. Теперь, что касается, опять же, с общей теории, утверждения уважаемого мной Михаила Георгиевича Горбачева. Да, вот это, те, кто не знает, вот это человек, который имеет большой опыт в гонках, сейчас он корреспондент, журналист, пишет еще книги. В общем, такой достаточно активный человек, человек с нашим президентом практически полный тезка, только в очереди они отличаются. Вот, и, значит, я бы с его утверждением частично согласился. Оно красивое, что пружины влияют на количество перераспределяемого веса, а амортизаторы на скорость. Но требует пояснений по поводу пружин. Я бы здесь добавил пружины и стабилизатор. Потому что, ну, очень поясню на примере. Представьте, у вас передний природной автомобиль с тяжелой мордой, в этом поставили очень жесткие пружины, либо максимально, говорит, там, железобетонный такой стабилизатор, то есть морда вообще не кренится. Или там, ну, это же наоборот, наоборот, нет, нет. Максимально мягкая как раз морда, и зажали задницу. То есть там поставили такой стабилизатор, вот такой диаметр пружинный от паровоза, уперли и туда поставили, и все. Вот представьте, что машина всходит в поворот, она кренится. Она кренится. Соответственно, заднее колесо у него вывешивается. То есть у него получается перераспределение веса в задней оси 100%. То есть все 100% веса задней оси перешло на одно колесо. Именно, как я рассказывал в прошлой передаче, это, ну, так и один из способов настройки переднего переводного автомобиля, чтобы он на входе легче винчился. То есть перегружает одно колесо. Это делается с помощью, в основном, с помощью железа. А теперь представьте, что мы у этого же автомобиля максимально размягчили заднюю ось и поставили более жесткий стабилизатор на передней. Тем самым, как инженеры говорят, успокоили машину, успокоили там задницу. То есть у нее, она начинает меньше крениться, а заднее колесо спокойно имеет возможность вывеситься и опереться на дорогу. То есть, вот мы на одном и том же машине, на одном и том же покрытии, все одно и то же, просто поменяв там стабилизатор, например, или поменяв пружинные там на более жесткие, более мягкие, мы изменили перераспределение места в повороте. Вот здесь я бы не выделял так вообще, вот отдельно пружинные стабилизаторы, они во многом пересекаются. То есть, скажем, крен машины в повороте, он определяется не только стабилизаторами, но и пружинами. То есть, если у тебя очень жесткие пружины, то нет смысла еще и ставить жесткий стабилизатор, потому что машина должна крениться. Вот, допустим, на группе N, когда я ездил, я не знаю, как сейчас, но когда я ездил, там точно было нельзя менять стабилизаторы. И на асфальте их явно не хватало. Но вот там действительно на ровный асфальт ставили очень жесткие пружины, чтобы как-то сделать машину более четкой и уменьшить те крены, которые там были несколько чрезмерные, на мой взгляд. Конечно, было бы лучше это решить с помощью стабилизатора, но решали тем, что было разрешено. Поэтому многие вопросы, не так или иначе, одному и того же эффекта можно добиться там низкими способами. И здесь нет четкого разделения, что за это отвечает пружина, а за это отвечают стабилизаторы. Поэтому я бы здесь действительно согласился с этим утверждением, что пружины влияют на количество переспределяемого веса. В основном еще между колесами одной оси. Между осями, в силу того, что все-таки вот эти крены продольные, они не такие большие, то есть они не настолько большие по сравнению с базой автомобиля, что, конечно, переспределение тоже происходит между передней и задней осью при замене пружин. Но это очень незначительно. Скажем, значительно более влияет именно на сцепление колес дорогой. Чем лучше сцепление колес дорогой, тем, соответственно, при торможении больше происходит переспределение на морду. В частности, это надо учитывать при настройке тормозов, например. Пружина на это влияет, но очень незначительно. А вот переспределение веса между колесами одной оси, очень сильно зависит от именно железа, которое у вас установлено, то есть от пружин и стабилизаторов. То есть, еще раз говорю, что это сильно взаимосвязано. Вот по поводу гидравлики, здесь не совсем все так однозначно. Конечно, гидравлика влияет на скорость перераспределения, но, скажем так, гидравлика, если быть более корректным, это выглядит так. Гидравлика влияет на скорость перехода из одного динамически стабильного состояния в другое. Помните, я рассказывал, что когда машина тормозит, она вот приходит некая, и находится, вот морду наклонила, и тормозит в неком динамически стабильном состоянии. Потом она стала поворачивать. Она загрузила там одну сторону, немножко так накренилась и покатила. Вот между этим состоянием, вот этим она на него переходит. Вот скорость перехода из одного динамического состояния в другой, скорость именно перехода, зависит от гидравлики. А перераспределение веса, оно тоже, конечно, зависит. Но в обратную сторону. Опять же, чтобы это понять, давайте доведем до абсурда ситуации. У вас какие-то пружины стоят, достаточно мягкие. Так что амплитуда, амплитуда вот этих перераспределений, например, достаточно большая. Ну, допустим, вы от разгона, когда у вас морда загружена, приходите к торможению, когда у вас морда загружена. То есть амплитуда будет зависеть от пружин. Ну, там, при прочих равных. То есть одна и та же скорость, одна и та же тяга мотора на разгоне, одно и то же, как бы, сцепление на торможении. Вот эта вот амплитуда, скажем, разница от этого, когда на разгоне к торможению, куда мы едем. Оно, конечно же, зависит исключительно от пружин. А от скорость перехода, от гидравлики. А теперь представьте, что мы на одних тех же мягких пружин гидравлику затянули так, чтобы просто, вообще, говорится, масло никуда не перекачивали. То есть зажали подвеску, именно по гидравлике зажали. Что у нас произойдет? При резком нажатии на торможении, машина, вот она как ехала, она так и едет. Это не значит, что этот вес не перераспределился. Вес распределился. Помните, да, вот это, у меня ложечки нет, крючкой буду брать. Вот это, как бы, вот мой там показывание, это маятник. Вот она, да, динамическая проекция центра тяжести, она резко изменилась, когда вот назарили на тормож. И тем самым вес перешел на морду. Вот. Но машина при этом, она будет медленно вот этим весом продавливать гидравлику, переходя в другое состояние. То есть вес практически мгновенно, на морду перераспределиться. А сам процесс перехода в другое динамическое стабильное состояние будет очень долгим. Вот. Поэтому, а если вы сделаете мягкую машину, то она достаточно быстро туда перейдет, и оно в вес будет переходить более не так быстро, как на зажатых аморизаторах. Тем самым вы не перегрузите морду. Скажем так, вот это вот тоже один из способов настройки максимально эффективного торможения в первый момент. Если быть так физически корректным, пытаюсь объяснить. То есть вес на колесо передается каким образом? Через что он передается? Он передается через пружину и через гидравлику, то есть через сопротивляющуюся стойку. Поэтому, если ты, словно говоря, сделал стойку мягкую максимально, которая не дает практически сопротивлять, то у тебя пока пружина там, вот у тебя вес будет переходить по порциональному сжиманию пружины. А если у тебя стойка дубовая, сюда там блок, то она практически сразу. То есть, да, вот эта вторая составляющая, которая от гидравлики, она будет превалировать над пружиной. Вот, некий, когда вы там, допустим, машина прыгает на трамплине, то практически там на 90% энергии поглощает именно стойка. То есть, она, собственно говоря, создает это сопротивление. И она давит на колесо в этот момент. И, соответственно, удерживает автомобиль, а не пружина. Какие бы любого пружины не были, если вы уберете стойку, то даже при прыжке, не знаю, с 20-ти метрового препятствия, ну, как бордюр у вас машину пробьет. Ну, то есть, если не верите, возьмите, посчитайте. Школьного курса физики достаточно. Жесткость пружины всем известна, а хода подвески тоже известны, масса известна. То есть, простая задачка для ученика, там, не знаю, седьмого класса, посчитать, с какой высоты нужно, говорится, прыгнуть автомобилю без амортизатора, чтобы его пробило, чтобы полностью сработала вся подвеска. Поверьте мне, это очень невысокая высота. Те прыжки, которые реально присутствуют в ралли, все поглощает гидравлика. Поэтому, этот вклад очень большой. И если мы зажмем гидравлику, перераспределение веса будет очень быстрым. То есть, колеса быстрее, чем нужно часто. За счет этого машина начинает перегружать, в том числе, ось и пропихивать ее, переедем. Вот. А время, переход из одного динамички стабильного состояния в другой, оно сильно удлинится. Поэтому, вот эта, вторая часть данного утверждения, ну, она такая, немножко, мне кажется, приженская. То есть, она тут, процессом более сложный. И так, если на него так смотреть, так смотреть, то, настраивая машину и моделировать какие-то вещи, можно прийти свои, как говорится, в голове, абсолютно к другим результатам закономерности. Вот. я бы вот этой, второй частью данного утверждения не рекомендовал бы активно пользоваться. Вот. теперь немножко отмотаем к вопросу Ивана по поводу стабилизаторов. Я абсолютно согласен с бытующим мнением о том, что стабилизатор для неровных грунтовых утра следует снимать, как минимум задний. Именно, как минимум задний. С него и надо начинать. Объяснение очень простое, что, когда дорога неровная, когда вот они не едут большими сносами, потому что в этом случае машина может себя повезти абсолютно неприагнозируемо в каких-то местах. То есть, где-то она там зацепилась кресом, где-то ударилась и так далее. То есть, по такие трассы желательно, чтобы машина ехала больше за рулем. То, что называется, веером там ездить не надо. Вот. То есть, она так имела такую немножко достаточно ярко выраженную недостаточную поворачиванность. То есть, что называется, ехала четко задняя ось, как говорится, нитка за иголкой ехала за передней осью. Тогда это будет достаточно стабильно, управляемо, все хорошо. Вот. Для этого нужно успокоить задницу. Чтобы успокоить задницу, нужно максимально размягчить именно за счет стабилизатора задницу, задние колеса. То есть, еще раз напомню, что вот если у тебя на заднюю ось, допустим, приходится, предположим, полтонны. Если эти полтонны, чем они равномернее распределены между колесами, тем лучше суммарный гриб на задней оси. Если этот вес перевести на одно колесо, то это будет минимально возможный, как говорится, суммарный гриб в данном случае. Поэтому, да, это, как говорят инженеры, успокоить заднюю ось. То есть, размягчив ее на неровной дороге, здесь прежде всего это делают стабилизатором. Нет возможности сделать стабилизатором, но можно сделать с помощью пружины. Вообще, вот способ отключать стабилизаторы достаточно интересный. Мы его практикуем. В частности, вот мы, когда тут несколько дней назад тренировались в дождь в Латвии на такой скользкой асфальтовой дорожке перед Ирландией, именно этим мы и занимались. Почему? Потому что, да что мы делали? Мы не меняя задний стабилизатор, который в полевых условиях отсыпить и так далее, не так просто, мы отключали передний стабилизатор и пытались добиться с помощью гидравлики приемлемой управляемости. Да, машина в каких-то ситуациях становится лишнеизбыточной. Сильный избыточной становится, когда дорога начинает подсыхать. Но, тем не менее, мы нашли некоторые варианты, потому что это позволяет намного быстрее ехать по соплям, как я называю, когда дорога грязная и так далее. Но делать машину немножко, может быть, не хорошо сбалансированной. почему мы так делали, почему мы не пытались допустим отключить совсем задний стабилизатор. Потому что пилоты очень экипаж очень легко могут солдати, как я его называю, который передает тягу от стабилизатора к рычагу, отцепить в течение пяти минут. То есть, условно говоря, понимаешь, что у тебя будущий пошел дождь, у тебя будущий доп очень скользкий, там будут много резать, ты понимаешь, что там просто тебе полдопа саплям придется ехать. Быстренько сбросил колесо, открутил вот этот солдатик, тем самым отцепив передний стабилизатор и поехал. Если потом выпрямило солнце, у тебя все хорошо, то же самое прикрутил назад, еще пять минут. Это такой доступный способ регулировки. Немножко там поменял гидравлик, куда бы компенсировать вот эту, как говорится, некую возникающую в этом случае легкую избыточную поворачиванность. Легкую на мокрой дороге и уже не сильно легкую на сухой. Вот. Это доступная ситуация, поэтому то же самое и там на неровных, там, на грунтовых трассах. Но если вы понимаете, что вот вы сейчас проехали широкий, ровный доп и показали хороший результат, а следующий доп у вас будет там через лес трактором проделанный, и там понятно, что к вашему проезду там уже будет дорога слабо на нее похожая, такое направление раскопанное. Ну, да, если есть такая возможность, цепите задний стабилизатор, будет спокойнее. Поэтому это действительно хорошо. Передний стабилизатор тоже можно цеплять, но это сразу надо понимать, машина будет сразу становиться очень валкой после этого, становится очень валкой и она требует таких, ну, она некомфортно будет управляться, она будет долго реагировать на управляющие действия рулем и все это все нужно будет немножко делать упреждающим образом. А на неровной дороге не всегда есть возможность нам вот все подготовиться, нужно часто реагировать на какие-то моменты от машины. А реакция машины будет сильно задемпфирована без переднего стабилизатора. Поэтому передний стабилизатор я рекомендую оцеплять в тот момент, если вы действительно с помощью гидравлики еще что-то нашли приемлемое на возможность что машина все-таки достаточно адекватно управляется, то есть она не потеряла серьезно, она потеряет, но не серьезно потеряла в управляемости и вот это надо конечно тестировать очень внимательно смотреть какие-то все плюсы и минусы. Но если вот я так делаю, если меня не напрягает езда машины со стабилизатором, я лучше пойду со стабилизатором. Если это вообще ехать невозможно, бывает так, что мы просто машина скачет, скорее всего, она колесует не езда, а просто какая-то шараханье по дороге, он конечно отцепляет, то есть из двух зол убираем меньше. А задний стабилизатор отключить вполне нормально. Единственное, что здесь надо иметь в виду, если вы увлекаетесь, как сейчас у нас там модно, очень мягкими пружинами, то на неровной дороге гидравлика может там в длинном повороте, скажем, не удержать машины и она просто там сложится, как называется, то есть пружина полностью сожмется и амортизатор ляжет на ограничителе, это именно не пробой, потому что другое, она именно сложилась, под нагрузкой. И потому что стабилизатор тому препятствует. Если это произойдет, вообще, например, машина тут же, заднего стойки сдует, то есть это просто как бы пилотам такая момент воспринимается, как раз и задница куда-то сдернута, причем очень неожиданно и некомфортно. Вот, и не каждый сможет после этого его поймать, как минимум напуган будет практически там каждые двое из трех, вот так могу сказать, потому что это неожиданно и непонятно почему. Ну вот, поэтому если вы этим работаете, вы должны быть уверены, что отступив стабилизатор, вы не получите такого эффекта складывания именно подвески в длинной дуге. Потому что понятно, в коротких воротах это можно компенсировать немножко подлажав гидравлику, на медленное сжать, но в длинной дуге это не компенсируется, то есть можно налететь. поэтому здесь вот смотрите, надо пробовать, то есть можно попытаться поездить без стабилизатора, но наверное чуть-чуть имеет смысл там как-то с пружинкой посмотреть. Не грызж ли вы наставить жестче, если у вас и так достаточно грызжа жесткий, потому что у вас изначально машина подробно была настроена, может быть и все отлично будет. Я просто возможную проблему описал, она не обязательно возникнет. значит теперь сейчас еще раз по поводу Ивана. Вот да, он спрашивает вообще значение. Значение это машина скажем стабилизатора он предотвращает определенные крены с одной стороны, с другой стороны то, что говорит господин Горбачев это при распределении веса. То есть вы можете с помощью стабилизаторов не меняя пружины то есть поставив например жесткий стабилизатор спереди а мягкий сзади добиться неравномерного при распределении веса между колесами одной оси тем самым вызвав сделав машину более избыточной либо недостаточной ну то есть общий принцип такой чем мягче стабилизатор на оси тем меньше происходит перераспределение веса в повороте и тем эта ось едет стабильнее и цепляется лучше вот собственно и все поэтому если у вас машина допустим излишне избыточна это один из способов попробовать размягчить стабилизатор на заднице либо ужесточить на морде если такая есть возможность аналогично отбивается с помощью пружин если нет возможности стабилизатора допустим я вот когда в прошлый раз отвечал про Гукова я говорил что я ставил жесткие пружины на задницу хотя дорога там неровная но нет возможности ставить жесткий стабилизатор поэтому ставил пружин хотя дорога там действительно достаточно неровная и может быть будет такая у меня ситуация я наверное пошел бы лучше по пути жесткого стабилизатора вот ну вот добивался чего добивался собственно говоря того же угловой жесткости на задней оси больше чем на морде чтобы сделать машину более избыточной да она была нервная и может в каких-то местах некомфортная в длинных дугах но я был к этому готов потому что я уже там потестил я знаю как себя машинам отвести и ручками это компенсировал но зато мне было очень комфортно ехать медленные повороты я в них был быстрый вот даже вот недавно мне Колян нашел какое-то видео где там по глухому нашусь где уж она копала не знаю а пока вот смотри что нашел я так посмотрел да действительно машинка у меня деревянненькая была вот ну ехал достаточно немедленно все значит это вот я так наверное о принципах работы со стабилизаторами очень так сказать такой полезный инструмент управления я вот очень рад что уже нормально всех машинах то есть не группа она всякие там более продвинутые классы у них там замалагировано куча всяких стабилизаторов на Peugeot хоть несметное количество и это это реально такой важный и интересный элемент настройки почему скажем на Peugeot несметное количество это помните я говорил что когда машина не идеально разрисована то есть не 50 на 50 есть сложность добиться правильного как говорится такого поведения во всех ситуациях и вот стабилизатор это баланс стабилизаторов часто это тот то один из очень таких сильных инструментов в котором ты можешь компенсировать это как бы не идеальность разрисовки поэтому да работаем значит теперь по поводу Александра он как бы в общем задал вопрос про стабилизатор рассказал в общих чертах опишите как все это настраивается для сухой и мокрой дороги на асфальте и граве и как выглядит на снегу вот я уже частично ответил на этот вопрос еще раз акцентирую что машина должна крениться то есть когда всякие вот эти дорогих спорткарах делают какие-то активные стабилизаторы которые не дают машине вообще крениться это не спортивная фишка то есть так или иначе машина кренится даже формула 1 кренится если вы посмотрите как они греют машина все таки крены присутствуют и именно крены клевки они все нужны они нужны потому что с помощью них пилот именно чувствует как загружается как все это происходит это очень важный элемент обратной связи для пилота это примерно как можно сделать так чтобы на руле не было вообще никакого реактивного действия но это будет некомфортно ездить хоть можно но некомфортно так примерно и с кренами то есть крены должны быть просто надо понимать большие крены делают машину инертной то есть именно очень удлиняют эти переходные режимы небольшие крены нужны поэтому очевидно что если у вас машина настроена под жесткую дорогу под хороший грипп асфальт сухой асфальт и вы попадаете на например мокрую дорогу еще и там с грязью то есть зацеп уменьшается не просто в два раза а в раз значительно больше конечно на той машине в которой вы ездили по сухому асфальту получали удовольствие ехать по скользкой дороге ну просто будет невозможно реально ну это просто будет мучение поэтому надо ее размягчать надо ее размягчать и в этом смысле будет машина более комфортная поэтому в общем примерно так что чем меньше грипп тем у вас должно быть мягче стабилизаторы ну суммарно то есть они опять же не всегда надели стабилизаторы пружины где что-то доступно и часто можно одну и ту же проблему и так и так решить вот поэтому да и соответственно когда у тебя машина более ну да когда грипп жестче надо собственно говоря стабилизировать второй момент это как еще сказал при распределении веса между осьями это на любом покрытии работает законно одни и те же то есть если ты хочешь чтобы у тебя там одна ось в общем задница была избыточная ну ставь на нее жестче стабилизатор если хочешь чтобы она была более спокойной ставь мягче стабилизатор ну я относительно передним не вообще в принципе мягче жестче а именно здесь относительная жесткость важна вот ну это это вот так вот в двух словах на снегу тоже тоже тут можно экспериментироваться именно снегу то есть на ледовых трассах про которых мы уже говорили неоднократно немножко другая философия а именно на снегу где вообще снег самое такое непрогнозируемое покрытие там колея где-то вот этот скользко где-то цепил где-то нет то есть это самое такое сложное покрытие как ни странно и для пилотажа и для настройки вот поэтому самое правильное на снегу добиваться все-таки такое вот именно переднеприводного поведения автомобиля ну то есть недостаточно причем достаточно сильно недостаточно в этом смысле да надо успокаивать сделать по стабилизатору максимально максимально мягко вот наверное как надо ли это компенсировать гидравликой иногда иногда надо иногда надо как я вот рассказал в наших ситуациях было то что когда мы отцепили передний стабилизатор очень стало комфортно ехать именно как бы морда понятно как она грузится сколько стал там чувствовать он прямо начал отрабатывать все вот эти скользкие места все но у него там стал в определенных моментах достаточно сильно нести задницу достаточно сильно нести задницу причем самое что неприятное в силу то что морда стала очень мягко и она где-то подгружаться нельзя было скомпенсировать вот это скольжение таким коротким движением руля то есть нужно было практически машину полностью распустить чтобы она так или иначе встала задница и поехала нормально то есть это приводилось в начале дуги а это как правило срыв задницы происходит в начале дуги происходит такое долгое неприятное скольжение вот такое которое особенно начинает напрягать пилота в быстрых поворотах но вот здесь соответственно пробовали пробовали отбой размягчать сжатие пробовали размягчать в общем как-то пытались размягчить задницу чтобы машина как-то вот поехала но просто результат тестов привел к тому что отбой как ни странно на это вообще никак не повлияло отбой крути там каких-то допустимых пределов что я как говорил что отбой в больших пределах не кручу допустим крутили туда-сюда большой разницы нет причем даже в каких-то моментах при размягчении отбоя возникает негативный эффект вот сжатие да сжатие отдалой эффект но тоже не очень сильный потому что сама балка она очень жесткая у пижон она там вся обваренная такая она сама по себе очень жесткая поэтому что там ни делая все равно этот эффект был просто размягчениями нажатия причем вот наверное даже не могу сказать какую сжатие медленно и быстро больше повлиял и то и другое достаточно сильно распустили получилось что машину все равно несет потому что по железу она не в балансе вот в определенных моментах все таки несет задницей но это происходит очень так плавно то есть так что пилот имеет много времени чтобы это дело скомпенсировать это не пугает хотя скажем да в каких-то местах приходится рулить сторону заноса что есть немного неправильно ну зато выигрыш в другом немножко поджали как ни странно спустив стабилизатор например медленное сжатие на морде тем самым и быстро тоже вот там чуть-чуть получилось скажем так ну там разный эффект получился то есть получилось что морду мы чуть по гидравлике поджали поджать это позволило немножко минимизировать то есть это первое движение когда задница перекладывается особенно это вот на перекладках в поворотах в эске это является просто стало меньше то есть оно вот этот не так быстро стало перераспределяться с одного места в другое крен и вот этот эффект срыва задницы он остался но как-то мы его смогли чуть-чуть минимизировать зажимаем до тех пор пока стало некомфортно пока морду не стало пропихивать но тоже не сильно вот получилось в итоге все-таки настройки я не скажу что они сбалансированы они под ситуацию в которой надо как-то побороться но судя по времени это стоит того делать то есть намного машина быстрее ехать стала по какашкам отцепили стабилизатор немножко поджали морду не потому что это было нужно она намного кренилась а именно чтобы успокоить задницу уменьшили фактически скорость изменения крена и немножко распустили задницу именно по сжатию отбой ни там ни там особо не трогали ну то есть трогали но это ничего не ничего не привело вот вот как бы некий некий пример в принципе все достаточно объяснимо почему именно так была у меня все таки надежда что мы с помощью гидравлики решим сбалансируем автомобиль нет не сбалансировали поэтому но тем не менее это скажем такой прием который если будут в Ирландии например пойдет дождь и будет там скользкая дорога понятно что машинные классы R2 они там едут уже по совсем не дороге которая не действенна ни разу будем этим приемом пользоваться так что парни там еще сейчас на тестах потренируются этот солдатик откручивать перекручивать там в инструментах у них появилось необходимое приспособление для быстрого монтажа демонтажа этого маленького приспособления так что вот так наверное все на сегодня закончим я ответил про пружины стабилизаторы попытался как мне кажется рассказать некий подход к вопросу а дальше дерзайте пробуйте еще раз не пытайтесь ни в коем случае найти конкретные рекомендации пытайтесь понять процесс я как бы в качестве завершения маленькую байку расскажу любая мне один раз звонит мой товарищ звонит значит правильно сказал а то у меня с русским языком не все будет в отличие от физики например позвонил мне мой товарищ и говорит Стар ты же кончик я говорю ну типа того он говорит ты можешь машину на 360 градусов на дороге развернуться я говорю могу если быстро разогнаться то смогу вот он говорит а как я ему начинаю рассказывать сначала нужно быстро войти в ритмический занос в определенный момент не компенсировать а наоборот довернуть потом когда на 180 градусов изобразить полицейский разворот нужно четко контролировать чтобы машина двигалась вращаясь вдоль прямой то есть в принципе упражнение не архи сложное но требует определенного там тренировка поэтому можно выехать на какой-нибудь широкую взлетную посадочную полосу потренироваться и за один день человек какими-то элементарными навыками это делать научится ничего в этом сложного нет у меня слушай не стас слушай не скажи что тут тернуть надо вот ну вот когда вот такой подход то на 360 градусов не развернешься там нет такой кнопки разворот на 360 градусов а может есть я не нашел поэтому в данном случае я пытаюсь именно рассказать подход пытайтесь понять что на что влияет не пытайтесь следовать просто каким-то рекомендациям что кто-то сказал знаете если на заборе три буквы написаны не знаешь что там за забором это имеет место быть может быть есть а может нет надо заглянуть и посмотреть поэтому если вам кто-то сделал некую рекомендацию хотя бы поинтересуйся почему так пусть объяснит если человек не может объяснить он просто говорит я так делаю так хорошо попытайтесь сами в этом разобраться то есть это намного полезнее знание принципов действительно компенсирует не знание многих приемов то есть я вот понимаю что у меня есть некая проблема я знаю принципы работы я придумываю как какие-то варианты как из этого выйти а не пытаюсь узнать как это пытаюсь конечно как это другие решали пытаюсь советоваться но в любом случае это через понимание осознание того что ты делаешь и как это работает поэтому не выключайте голову думайте собственно говоря здесь каких-то знаний высшей школы не требуется все что я рассказываю для понимания вообще достаточно так сказать просто здравого смысла даже законов физики школьного курса если вы его на тройку сдали этого достаточно для понимания процесса поэтому дерзайте пробуйте не бойтесь экспериментировать но с головой пытайтесь на практике какие-то проверить какие-то умозаключения это очень полезно оно либо пока что ты двигаешься неправильным управлением где-то ошибаешься либо наоборот добавляют уверенности что да вот так и думал так оно и происходит так что это интересно это действительно одна из очень интересных моментов спорта разобраться как это работает и как на это можно повлиять поэтому удачи в гонках удачи в настройке всего хорошего до следующих встреч